Четвертая промышленная революция. Это, пожалуй, самая главная тема, то есть основная идея послания. В этом словосочетании слово «революция» означает идти вперед, достигать целей и развиваться. В связи с этим, Нурсултан Назарбаев обозначил 10 основных задач, которые предстоит реализовывать. Кстати, это позволит быстрее войти в число 30 наиболее развитых стран мира. Казахстанская индустрия должна стать флагманом внедрения новых технологий. Нашей промышленности нужно повысить уровень производительности труда через цифровизацию производственных процессов и освоение современных бизнес-моделей. Второе. Следует значительно улучшить эффективность использования ресурсного потенциала. Требуется внедрение информационно-технологических решений. Они позволят увеличить долю извлекаемых ресурсов, глубину их переработки, а также повысить энергоэффективность и экологичность производства. Применение современных технологий в строительстве ЖКХ, новые методы строительства, повышение требований к энергоэффективности зданий, интеллектуальные системы управления, инфраструктура позволят улучшить качество жизни казахстанцев. А дальше все просто. Страну ждет перезагрузка. Перезагрузка финансового сектора. Президент страны дал конкретное поручение поднять ответственность тех, кто владеет банками и тех, кто управляет ими. Нурсултан Азабаев поручил расширить кредитование и обеспечить развитие фондового рынка. Не забыл Ельбасы и про человеческий капитал. По его словам, система образования должна отвечать современным реалям и потребностям экономики. Повысить престиж учителя, применять новые технологии в здравоохранении, улучшить профилактику и лечение болезней, повысить качество медицинского обслуживания в целом. В 2016-2017 годах трижды государством повышались социальные выплаты. В том числе базовые пенсии выросли на 29%, солидарные на 32%, заработные платы работников здравоохранения увеличились до 28%, образование до 29%, госслужащих на 30%. Это очень хорошее было увеличение доходов в прошлом году. Как-то сейчас уже начали забывать, это было только через год. Год назад всего. Эта тенденция будет продолжена. В текущем году расходы бюджета на социальную сферу увеличены на 12% и превысит 4 трлн. теги. Базовая пенсия увеличится в среднем 1,8 раза с учетом стажа работы. Должностные оклады учителей, прошедших на обучение в рамках обновленного содержания учебных программ, вырастут от 30% до 50% в зависимости от подтвержденной квалификации. Не забыл президент страны и про самый масштабный проект «Цифровой Казахстан». Эта глобальная государственная программа позволит, по словам Нурсултана Назарбаева, дорегулировать бизнес, повысить качество госуслуг и господдержки, более полно учитывать потребности граждан. Также будет расширена экономическая самостоятельность регионов и местного самоуправления. Продолжится борьба с коррупцией. Ну и, конечно, продолжится реализация проекта «Смарт-сити», что позволит эффективно решать проблемы растущих городов и повышать их привлекательность для инвесторов. Кстати, послание уже давно общедоступно. Сейчас ознакомиться с ним может любой желающий. Выполнение всех десяти направлений главы государства, оно подкреплено и финансово, и по каждому направлению президент четко подробно расписал, как мы должны двигаться, что необходимо будет выполнить, чтобы мы шли в ногу со временем. Мы были очень рады услышать от главы государства о том, что в будущем для нас ожидается повышение зарплаты до 50%. Но это связано с обновленным содержанием образования и повышение получат те, кто прошел обучение по стандарту обновленного образования. Я бы сказал, что отличие этого послания в том, что в нем акцентируется необходимость работать по тем программам, которые ранее были озвучены и которые, может быть, в предыдущие годы были более такими яркими и, как бы сказать, магистрально-стратегическими. В этот раз послание имеет несколько более технический характер. То есть, в преамбуле говорится о том, что у Казахстана есть все необходимые для развития программы, стратегический план развития до 2025 года, программы индустриализации, цель, генеральная цель по вхождению в 30-ку наиболее развитых стран. И в этом послании говорится, что надо, какими именно мерами и направлениями нужно эти цели достигать. В общем, президент сказал, точнее наказал не расслабляться. Работать необходимо активно с оглядкой на новые реалии. Главная цель, повторюсь, войти в 30 самых развитых стран мира. Анвар Шаликенов, Лжаспек Маденов, Бутагоска Айрбекова и Нурлан Утигенов. Телеканал Алматы, Астана.